Сергикова Главный враг человечества Рутина Вы, конечно, дорогие друзья, удивитесь Что я как-то Самая обыденная Такая сонная Повторяющаяся, да Вечно неизменная Или стремящаяся быть неизменным Вдруг Обозвал врагов человечества Но люди же привыкли Чтоб как всегда Чтоб было удобно уже не думать лишнего Не решать, как говорится Такие вещи, как открытие велосипеда То есть Когда-то сделали это И пусть оно так и будет И всегда так и будет И все так и будет Но, представляете, оказывается Вот это вот постоянство Того, что создано И не изменяется Угнетает человечество Человечество угнетает Неизменность старого Просто усыпляет его И мало того Это имеет даже Прямые вредоносные действия Я вам расскажу о своей тёще Она просто Свои 80 лет Ну, там приблизительно Не будем говорить Сколько там точно Важно, что прожила она много Но вот этот последний период В Германии Когда всё было слишком спокойно Слишком одно и то же Он её усыпил Буквально усыпил Потому что Ей нечего было бояться У неё было понятно Что будет дальше Ничего нового не предвиделось Всё так же, как всегда Книжки Клёжа Читать Ну, пенсионерка Она штучки её возьмёт Что называется И ей это нравилось Но вот от этой тоски Повторяемость Она и получила Болезнь От которой потом и умерла То есть у неё Было кровоизлияние в мозг Вот что такое Рутинный процесс И как он усыпляет человека С того Что нарушается И физиология Более крупного плана То есть Скука Приводит К разрушению Организма Представляете Вот чтобы люди думали Так Разрушение Организма От скуки Ну, что такое скука Ну, подумаешь Там Загрутил От скуки Ну, иди развеся А как Надо так развеся Чтобы Как говорится Дым коромыслом Шёл Чтобы Ты так Обновил Свою Жизнь В этом процессе Разве Чтобы Переключился На новое Поехал Куда Мы увидим Что-то Встретимся С кем-то А если Всё повторяется Это Убивает Человека Причём Незаметно Мы не понимаем Даже Что Это Главная Причина Старения Вот Смотрите Рутина Слово Руда Это Однокоренные Слова Руд Это Красный Руда Красная Что делает Руда Почему Она Красная Вы думаете Да потому Что Это Окисление Когда Долго Порода Лежит Она Окислается Это Естественно Да Это Уже Понятно Всем Там Ржавеет Что-то Это Тоже Окисление И вот У меня Лично Началась Проблема Что Какая-то Дымка Появлялась Уже Вот Все Больше И Больше В Глазах А Теперь Я Понял Почему Это Дымка Это Так Называемое Окислением Глаз Времени Времени Когда Человек Живет И делает Одно И Тоже Вот Такие Дымки И Налеты То Ухудшение Дрения Постепенное Но В то же Время Это Все Так Это Процесс И Появляется Следовательно Человек Должен Искать Стряски И Мне Не надо Сейчас Обращаться К врачу Чтобы Он Там Где-то Эту Дымку Пытался Убрать Человек Сам Ее Уберет Если Он Займется Новым Если Он Станет Предпринимателем В каждом Деле Если Он Станет Новатором Если Он Будет Встречаться С родственниками Друзьями Ну Что-то Делать Новое То Что Он Уже Давно Не Делал И Закоснел Вот Что Такое Рутина Руда Это Окисление Мозга Глаз Всего Организма Так Называемым Током Времени Время Окисляет Человека Рутинера И Человек Погибает Как Теща Моя Ну Восемь лет Конечно Скажете Но Она И так Ничего Прожила Да Но Сейчас Понятие Продолжительности Жизни Меняется И Она Могла Быть Дольше Нам Много Если Жизнь Ее Была Интересная И Повторялась Каждый День Как Одно И Тоже Как Заведенный Часовой Механизм Кстати Часы Вот Они Тикают И Тоже Они Как Б Работают На Эту Рутинер Повторяемость Все Что Повторяется И Делается Как Одно И Тоже Каждый Раз Снова Все Это Уцепляет Человек А Человек Становится Сонным Только От Того Что Все Повторяется В Его Жизни И Ему Скучно Смотреть На Одно И Тоже Так Человек Стареет Так Человек Становится Безинициативным И Так Он Угасает Действительно А Когда Это Умножается На Большие Промежутки Времени Еще Одно И Тоже Одно Соже В Больших Как Говорится Длительности Времени Ну Тогда Этот Человек Скучно Как Говорится Разведет И Скучно Помрет Как Выкопать Ну Когда Вот Эти Романы Одни Те Же Все Время В том же Духе Это Тоже Уже Переход На Уровень Повторяемости Времени Времени Жизнь в обновлении. Так что, живите теперь по друг другу и обратите серьезно, где внимание на мои слова. Конец рассказ. Верненько, главный враг человечества – рутина. Вы, конечно, дорогие друзья, удивитесь, что я как-то самое обыденное, такое сонное, повторяющее, вечное неизмеменное, и стремяется, если бы не нет, вдруг обозвал врагов человечества. Но люди же привыкли, чтобы как всегда, чтобы было удобно уже не думать лишнего, не решать, как говорится, такие вещи, как открытие велосипеда. Когда-то сделали это, и пусть оно так и будет, и всегда так и будет, и все так и будет. Но, представляете, оказывается, вот это вот постоянство того, что создано и не изменяется, угнетает человечество. Человечество угнетает неизменность старого, просто усыпляет его. И, мало того, это имеет даже прямые вредоносные действия. Я вам расскажу о своей тёще. Она просто в свои 80 лет, ну там приблизительно, не будем говорить сколько, так точно, важно, что прожила она много. Но вот этот последний период в Германии её, когда всё было слишком спокойно, слишком одно и то же, он её усыпил. Буквально усыпил, потому что ей нечего было бояться, у неё было понятно, что будет дальше. ничего нового не предвиделось. Всё так же, как всегда, книжки лёжа читать. Ну, пенсионерка, ну что ж, с неё возьмёшь, что называется, и ей это нравилось. Но вот от этой тоски, повторяемость, она и получила болезнь, от которой потом и умерла. То есть у неё было кровоизлияние в мозг. Вот что такое рутинный процесс, и как он усыпляет человека от того, что нарушается и физиология более крупного плана. То есть скука приводит к разрушению организма. Представляете, вот чтобы люди думали так, разрушение организма от скуки, ну что такое скука? Ну, подумаешь, там загрустил от скуки, ну иди развеять, а как? Надо так развеяться, чтобы, как говорится, дым коробойством в шок, чтобы ты так обновил свою жизнь в этом процессе развеивания, чтобы переключился на новое, поехал куда-то, увидел что-то, встретился с кем-то. А если всё повторяется, это убивает человека. Причём незаметно. Мы не понимаем даже, что это есть главная причина на старение. Вот, смотрите, рутина и слово «руда» — это однокоренные слова. Руд — это красный, руда красная. Что делает руда? Почему она красная, вы думаете? Да потому что это окисление. Когда долго порода лежит, она окисляет. Это естественно. Да, это уже понятно всем. Там ржавеет что-то, но это тоже окисление. И вот у меня лично началась проблема, что какая-то дымка появлялась уже всё больше и больше в глазах. А теперь я понял, почему эта дымка. Это, так называемое, окислением глаз, временем. Временем. Когда человек живёт и делает одно и то же, вот такие дымки и наливоты, то есть ухудшение зрения, постепенное, но в то же время, это всё может так, это процесс. И получается. Следовательно, человек должен искать стряшки. И не надо сейчас обращаться к врачу, чтобы он там где-то эту дымку пытался, как говорится, убрать. Человек сам её уберёт, если он займётся новым. Если он станет предпринимателем в каждом деле. Если он станет новатором. Если он будет встречаться с родственниками, друзьями. Ну что-то делать новое. То, что он уже давно не делал и закоснел. Вот что такое рутина, руда. Это окисление мозга, глаз, всего организма так называемым током времени. Время окиселяет человека-рутинёра. И человек погибает, как тёща моя. Ну, 80 лет, конечно, скажете, но она и так ничего прожила. Да, но сейчас понятия продолжительности жизни меняются. И она могла бы жить дольше намного, если бы жизнь её была интересная. И повторялось каждый день как одно и то же. Вот так заведённый часовой механизм. Кстати, часы вот они тикают. И тоже они как бы работают на эту рутинёрскую повторяемость. Всё, что повторяется и делается как одно и то же. Даже раз и снова всё это усыпляет человека. Человек становится сонным. Только от того, что всё повторяется в его жизни. И ему скучно смотреть на одно и то же. Так человек станет. Так человек становится безиннициативным. И так он угасает действительно. А когда это умножается на большие промежутки времени, всё одно и то же, одно и то же в больших, как говорится, длительностях времени, Ну тогда этот человек скучно, как говорится, разживёт и скучно помрёт. Как моя тёща. Только от того, что ей было, ну вроде как, уютно, да. Всё как всегда и безопасно. Но у неё не было новизны. Она всё время делала и тоже читала эти свои романы, которые она любила, особенно детективные. Ну там она, конечно, вот может быть остроту эту пыталась хоть как-то найти, выкопать. Ну, когда вот эти романы одни и те же и всё время в том же духе, это тоже уже переход на уровень повторяемости этажей. Так что, друзья, вот где наш главный враг, который укорачивает нам жизнь. И делает её неинтересной, потому что мы сами склонны её обустроить, и нам удобно всё хорошо на этом остановиться. А это только начало для новых поисков экспериментов, да, и радостной настоящей жизни в обновлении. Так что, живите теперь по-другому и обратите серьёзно и внимание на мои слова. Конец рассказов. Серденькая. Главный враг человеческого – Родина. Вы, конечно, дорогие друзья, удивитесь, что я как-то самая обыденная, такая сонная, повторяющаяся, да, вечно неизменная или приняющаяся, если быть неизменная, вдруг обозвал врагов человеческого. Ну люди же привыкли, чтоб как всегда, чтоб было удобно уже не думать лишнего, не мешать, как говорится, такие вещи, как открытие велосипеда. То есть когда-то сделали это, и пусть оно так и будет, и всегда так и будет, и всё так и будет. Но представляете, оказывается, вот это вот постоянство того, что создано и не изменяется, угнетает человечество. Человечество угнетает неизменность старого, просто усыпляет его. И мало того, это имеет даже прямые вредоносные действия. Я вам расскажу о своей тёще. Она просто своего 10 лет, ну там приблизительно, не будем говорить сколько там точно. Важно, что прожила она много. Но вот этот последний период в Германии её, когда всё было слишком спокойно, слишком одно и то же, он её усыпил. Буквально усыпил, потому что ей нечего было бояться. У неё было понятно, что будет дальше. Ничего нового не предвиделось. Всё так же, как всегда. Книжки лёжа читать. Ну, пенсионерка, ну что ж с неё возьмёт, что называется. И ей это нравилось. Но вот от этой тоски повторяемость. Она и получила болезнь, от которой потом и умерла. То есть у неё было кровоизлияние в мозг. Вот что такое рутинный процесс. И как он усыпляет человека за того, что нарушается и физиология более крупного плана. То есть скука приводит к разрушению организма. Представляете, вот чтобы люди думали так, разрушение организма от скуки. Ну, что такое скука? Ну, подумаешь, там загрузил от скуки. Ну, иди развеять, а как? Надо так развеяться, чтобы, как говорится, дым коромышком шёл. Чтобы ты так обновил свою жизнь в этом процессе развеивания, чтобы переключился на новое, поехал куда-то, увидел что-то, встретился с кем-то. А если всё повторяется, это убивает человека. Причём незаметно. Мы не понимаем даже, что это есть главная причина старения. Вот, смотрите. Рутина и слово «руда» — это однокореннее слова. Рут — это красный. Руда — красная. Что делает руда? Почему она красная, вы думаете? Да потому что это окисление. Когда долго порода лежит, она окисляется. Это естественно. Да, это уже понятно всем. Там ржавеет что-то — это тоже окисление. И вот у меня лично началась проблема, что какая-то дымка появлялась уже всё больше и больше в глазах. А теперь я понял, почему эта дымка. Это так называемое окислением глаз. Временем. Временем. Когда человек живёт и делает одно и то же. Вот такие дымки и налёты. То есть ухудшение зрения. Постепенно, но в то же время. Это что-то не так. Это процесс. И появляются. Следовательно, человек должен искать стрятки. И мне не надо сейчас обращаться к врачу, чтобы он там где-то эту дымку пытался убрать. Человек сам её уберёт, если он займётся новым. Если он станет предпринимателем в каждом деле. Если он станет новатором. Если он будет встречаться с родственниками и друзьями. Ну что-то делать новое. То, что он уже давно не делал и закоснел. Вот что такое рутина, руда. Это окисление мозга, глаз. Всего организма, так называемым током времени. Время окисляет человека-рутинёра. И человек погибает, как тёща моя. Ну, 80 лет, конечно, скажете, но она и так ничего прожила. Да, но сейчас понятия продолжительности жизни меняются. И она могла бы жить дольше намного, если бы жизнь её была интересная. И повторялась каждый день как одно и то же. Как заведённый часовой механизм. Такие часы вот они тикают. И тоже они как бы работают на эту лукомёртскую повторяемость. Всё, что повторяется и делается как одно и то же. Каждый раз и снова всё это усыпляет человека. Человек становится сонным. Только от того, что всё повторяется в его жизни. И ему скучно смотреть на одно и то же. Так человек стареет. Так человек становится безинициативным. И так он угасает действительно. А когда это умножается на большие промежутки времени. Всё одно и то же, одно и то же. В больших, как говорится, длительностях времени. Ну, тогда этот человек скучно, как говорится, проживёт и скучно помрёт. Как моя тёща. Только от того, что ей было... Ну, вроде как уютно, да. Всё как всегда и безопасно. Но у неё не было наличные. Она всё время делала одну и то же читала эти свои романы, которые она любила. Особенно детективные. Ну, там она, конечно, вот может быть остроту эту пыталась хоть как-то найти, выкопать. Но когда вот эти романы одни и те же всё время в том же духе, это тоже уже переход на уровень повторяемости и тоски. Так что, друзья, вот где наш главный враг, который укорачивает нам жизнь. И делает её неинтересной, потому что мы сами склонны её обустроить. И нам удобно всё хорошо и на этом остановиться. А это только начало для новых поисков экспериментов, да. И радостной настоящей жизни в обновлении. Так что живите теперь по-другому. И обратите серьёзно себе внимание на мои слова. Конец рассказа. Все смело. Главный враг человечества. Рудина. Вы, конечно, дорогие друзья, удивитесь, что я как-то самая обыденная, такое сонная. Повторяющаяся, да. Вечно неизменная или стремящаяся быть неизменной. Вдруг обозвал врагов человечества. Но люди же привыкли, чтобы как всегда, чтобы было удобно уже не думать лишнего, не решать, как говорится, такие вещи, как открытие велосипеда. То есть когда-то сделали это. И пусть оно так и будет. И всегда так и будет. И всё так и будет. Но представляете, оказывается, вот это вот постоянство того, что создано и не изменяется, угнетает человечество. Человечество угнетает неизменность старого. Просто усыпляет его. И мало того, это имеет даже прямые вредоносные действия. Я вам расскажу о своей тёще. Она просто свои 80 лет, ну там приблизительно, не будем говорить сколько там точно. Важно, что прожила она много. Но вот этот последний период в Германии её, когда всё было слишком спокойно, слишком одно и то же, Он её усыпил. Буквально усыпил, потому что ей нечего было бояться. У неё было понятно, что будет дальше. Ничего нового не предвиделось. Всё так же, как всегда. Книжки лёжа читать. Ну, пенсионерка, ну что с ней возьмёт, что называется. И ей это нравилось. Но вот от этой тоски, повторяемости, она и получила болезнь, от которой потом и умерла. То есть у неё было кровоизлияние в мозг. Вот что такое рутинный процесс. И как он усыпляет человека до того, что нарушается их идеология более крупного плана. То есть скука приводит к разрушению организма. Представляете, вот чтобы люди думали так, разрушение организма от скуки. Ну, что такое скука? Ну, подумаешь, там загрустила скуки. Ну, иди развеять. А как? Надо так развеяться, чтобы, как говорится, дым коромышлом шёл. Чтобы ты так обновил свою жизнь в этом процессе развеивания, чтобы переключиться на новое, поехал куда-то, увидел что-то, встретился с кем-то. А если всё повторяется, это убивает человека. Причём незаметно. Мы не понимаем даже, что это есть главная причина старения. Вот, смотрите, рутина и слово «руда» — это однокоренные слова. «Рут» — это красный. «Руда» — красная. Что делает «руда»? Почему она красная, вы думаете? Да потому что это окисление. Когда долго порода лежит, она окисляется. Это естественно. Да, это уже понятно всем. Там завеет что-то. Это тоже окисление. И вот у меня лично началась проблема, что какая-то дымка появлялась уже всё больше и больше в глазах. А теперь я понял, почему эта дымка — это так называемое окислением глаз, временем. Когда человек живёт и делает одно и то же, вот такие дымки и налёты, то есть ухудшение зрения, постепенное, но в то же время. Это всё-таки так. Это процесс. Он появляется. Следовательно, человек должен искать встряски. И мне не надо сейчас обращаться к врачу, чтобы он там где-то эту дымку пытался убрать. Человек сам её уберёт, если он займётся новым, если он станет предпринимателем в каждом деле, если он станет новатором, если он будет встречаться с родственниками, с друзьями, ну что-то делать новое, то, что он уже давно не делал и закоснел. Вот что такое рутина, руда — это окисление мозга, глаз, всего организма так называемым током времени. Время окисляет человека-рутинёра, и человек погибает, как тёща моя. Ну, 80 лет, конечно, скажете, но она и так ничего прожила. Да, но сейчас понятия продолжительности жизни меняются, и она могла бы жить дольше намного, если бы жизнь её была интересной. И не повторялась каждый день как одно и то же, как заведённый часовой механизм. Кстати, часы вот они тикают, и тоже они как бы работают на эту луки-мёрткую повторяемость. Всё, что повторяется и делается как одно и то же, каждый раз и снова всё это усыпляет человека. Человек становится сонным только от того, что всё повторяется в его жизни, и ему скучно смотреть на одно и то же. Так человек стареет, так человек становится безинициативным, и так он угасает действительно. А когда это умножается на большие промежутки времени, всё одно и то же, одно и то же в больших, как говорится, длительностях времени, Ну тогда этот человек скучно, как говорится, проживёт и скучно помрёт. Как моя тёща только от того, что ей было, ну вроде как уютно, да, всё как всегда и безопасно, но у неё не было новизны. Она всё время делала одно и то же, читала эти свои романы, которые она любила, особенно детективные. Ну там она, конечно, вот может быть остроту эту пыталась хоть как-то найти, выкопать, но когда вот эти романы, они те же и всё время в том же духе, это тоже уже переход на уровень повторяемости и сказки. Так что, друзья, вот где наш главный враг, который укорачивает нам жизнь и делает её неинтересной, потому что мы сами склонны её обустроить, нам удобно всё хорошо и на этом остановиться. Да, а это только начало для новых поисков, экспериментов, да, и радостной настоящей жизни в обновлении. Так что живите теперь по-другому и обратите серьёзно себе внимание на мои слова. Конец рассказов. Конец рассказов. Сердникова. Главный враг человечества – Родина. Вы, конечно, дорогие друзья, удивитесь, что я как-то самая обыденная, такое сонная, повторяющаяся, да, смешно неизменная или стремящаяся быть неизменной, вдруг обозвал врагов человечества. Но люди же привыкли, чтобы как всегда, чтобы было удобно уже не думать лишнего, не мешать, как говорится, такие вещи, как открытие велосипеда. Мы же когда-то сделали это, и пусть оно так и будет, и всегда так и будет, и всё так и будет. Но, представляете, оказывается, вот это вот постоянство того, что создано и не изменяется, угнетает человечество. Человечество угнетает неизменность старого. Просто усыпляет его. И, мало того, это имеет даже прямые вредоносные действия. Я вам расскажу о своей тёще. Она просто свои 80 лет, ну, там приблизительно, не будем говорить сколько там точно. Важно, что прожила она много. Но вот этот последний период в Германии её, когда всё было слишком спокойно, слишком одно и то же, он её усыпил. Буквально усыпил, потому что ей нечего было... ... ...